Приветствую вас, и чтобы помочь вам, чтобы реально вам помочь решить проблему, которая у вас образовалась, нужно разбить ее на условно несколько частей. Первое. Почему вы ушли в компьютерные игры? Почему в какой-то определенный момент в компьютерные игры показались вам интереснее, чем общение с людьми? И после того, как вы вышли из компьютерных игр, да, ну это мы так условно говорим, что изменилось? Если сравнить вас до компьютерных игр, и то, как вы общались с людьми, и после компьютерных игр, и то, как вы общались с людьми, что поменялось? Что поменялось в вас самой? Что изменилось в вашем восприятии людей? Как мы стали их видеть? Как мы стали видеть себя? Дело в том, что проблема, которую вы описываете в начале, в заголовке, трудно находить друзей, и общение продолжается недолго. Так вот, очень большие проценты людей, которые испытывают трудности с построением диалога, они на самом-то деле испытывают трудности с восприятием самих себя. То есть, через других людей мы видим самих себя, мы видим свое отражение у других людей. И вот это именно то, что не нравится. Когда говорят, что мне тяжело найти себе подходящих людей, мне тяжело строить диалог, у меня проблемы с общением, это значит, что человек в первую очередь не признает самого себя. Ему не нравится то, что он видит в других людях по отношению к себе. Ну вот не нравится человеку отражение самого себя у других людей. И вопрос заключается здесь вот в чем. Если вы не принимаете себя саму, если вы сами себе не нравитесь, это означает, что у вас проблемы не только с принятием себя самой, но вы еще и, может быть, себя не любите достаточно сильно, может быть, себя не уважаете достаточно сильно. А это очень важно, потому что если вы не будете себя любить, не будете себя уважать, то и вас не будут любить и уважать. Остаточно понять, почему вы себя не уважаете, почему вы себя не любите. Произошло что-то, что подкосило вас веру в себя. Я рискну и скажу такую мысль, может быть, она вам не понравится, что человек уходит в компьютерные игры именно тогда, когда пытается убежать от реального мира, от реальных людей и от самого себя. И для того, чтобы лучше понять, от чего же вы движете, что же вам не нравится, что же вас раздражает в реальном мире, а главное, чего вам не хватает, чего вам стало не хватать. Для того, чтобы лучше это понять, нужно ответить на простой вопрос. А в какие игры вы играли? Какие роли в этих играх вы выполняли? Какие игры вам больше всего нравятся? Каким играм вы уделяли больше всего внимания и времени? Именно в них, именно в вашем выборе игр, кроется ответ на вопрос, чего вам не хватало и что на чего раздражало. Если это командные игры, то есть онлайн, то это ярко выращенная социальная сфера. Если это стрелявка, то это скорее всего адреналин, ощущение себя могущественной, сильной и так далее. Если ролевые игры, то это, соответственно, проблема с отыгрыванием своих социальных обязанностей. В общем, в каждом конкретном случае здесь нужно разбираться. Но если хотите проблему в своем решении, обязательно обратите внимание на то, какие игры вы играли. Именно они могут вам подсказать, чего не хватает и к чему стремится. Если не сможете сами, обратите в специалист, он вам поможет. Дальше. Следующий момент. Это момент, уже непосредственно связанный с людьми. Вопрос, который нужно вам себе задать. А для чего мне общение? Вы говорите, вам сложно заводить знакомство. Хорошо. А для чего вам эти знакомства нужны? Вы говорите, что вам с человеком становится скучно и неинтересно и не очень говорить. Хорошо. Допустим, человек вам надоедает. Но для чего вы с ним общаетесь? Что вы хотите получить от этого общения? Возможно, у вас есть какие-то потребности, которые вы пытаетесь реализовать в общении с людьми. Но при этом, эти потребности реализовать у вас не получаются. По каким-то причинам. Чтобы определить, по каким нужно объявить эти самые потребности, можно их, конечно, озвучить. Их можно предполагать. Но тогда это может сбить вас с реальных потребностей. И какие-то из них могут показаться вам предпочтительными. Более, знаете ли, приятности. Поэтому ничего этого делать я не буду. Я предлагаю вам ответить на вопрос, какие у вас потребности. И почему вы хотите удовлетворить их именно с помощью общения с людьми. И нужно вам сказать, что нельзя в общении, в личном общении с людьми, удовлетворять какие-то свои потребности. Нельзя человека воспринимать как средство для достижения каких-то целей. Как источника, как носителя ваших желаний. Это рождает потребительское отношение к человеку. А это и смягчает возможность нормального общения с ним. Поэтому для начала нужно понять для чего, что вы хотите. Потом удовлетворить эти потребности без людей, напрямую. И вот тогда, когда вы будете независимы, когда вы будете самодостаточны, вот тогда уже можно будет общаться с теми людьми, которые вам интересны. И вы не будете чувствовать, что они вам надоедают. Потому что вы в любой момент можете сами прекратить с ними общение. И вы будете выбирать тех людей, которые вам наиболее симпатичны, наиболее приятны и наиболее интересны. А надоедать они вам не будут потому, что вы будете принимать их изначально такими, какие они есть. И тем самым у вас будет отсутствовать фактор разочарования в этих людях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.